Когда я смотрю на страшных женщин, у которых есть мужики, то я думаю, либо я недостаточно страшная, либо чересчур страшная. Приветствую вас на моем канале, постоянные зрительницы, подписчики, новенькие, кто впервые на моем канале. С вами ваша царевна-лебедь. Давайте же посмотрим вот эту страшилку, вашу соперницу. Вашу соперницу, в каких она сейчас энергиях, в каком настроении. Ваша соперница. Так, мужчина говорит на нее, не обращает внимания, охладел, говорит ко мне. Как бы я тут перед ним не изгибалась, не изгалялась, он на меня в упор и не обращает внимания. Он то рядом, да, он рядом, но я для него, как женщина, не существую. Да, мы может вместе, мы вместе что-то делаем, да, проводим время по дому, например, что-то делаем, какие-то общие дела есть. То есть бок о бок, рядом они находятся постоянно. Но, да, он может с ней общаться. Но это, знаете, вот просто общение такое холодное. Просто два человека живут вместе на одной территории. Нету, она говорит, такого вот душевного тепла, душевной теплоты. Когда муж и жена воркуют друг с другом, да, делятся любезностями какими-то, говорят друг другу комплименты, обнимашки, целовашки. Нету такого вообще. То есть в этом плане он на нее в упор не обращает внимания. Не дает ей вот этой теплоты, душевности какой-то, любви. Она для него как женщина охладела. То есть он охладел к ней, а она для него как женщина умерла, что ли. Не существует вот с такой стороны, да, в плане романтики, сексуальности. Потому что, говорит, мужчина, вот я прям вижу, я смотрю на него, говорит, это ваша соперница. Я прям вижу, что он какой-то вот задумчивый. Да, он мне что-то отвечает, что-то о чем-то говорит со мной. Но это такой вот отстраненный вид. Да, да, вот как-то не уникает в разговор, да. Да, ну то есть видно, говорит, по нем, что он не заинтересован в наших разговорах, не заинтересован во мне. Я вижу, что он о другой мечтает, о какой-то звезде на расстоянии. А вот та звезда другая, она к нему же, вот она к нему равнодушна. Я-то тебя, дурака, люблю, а ты меня в упор не замечаешь. Ну что же ты не замечаешь, что я Анджелина Джоли. Не замечает он, что рядом возле него Анджелина Джоли. Ну вот, потому что о другой он мечтает. А другая Анджелина Джоли наоборот. Вот тут такая вот игра в этом любовном треугольнике. Значит, это ваша соперница, его сожительница или жена. Значит, она старается перед ним, вот изгаляется, я же говорю. Как бы так его встать, лечь, сесть, с какой выигрышной позы. Как бы его так вот себя преподнести, там ножку приоткрыть. Может быть, там ходит перед ним в неглиже, чтобы заинтересовать его как-то. А он в упор её не видит. А вот другая звезда, возможно, это звезда, это на расстоянии. Она, наоборот, холодная. Она вот отстранилась. Может быть, у неё и есть чувства. Может быть, она всё ещё его и любит, и ждёт, и хочет его так же, как и эта соперница. Но она для себя решила, что я больше не буду изгаляться. Ну, смысл какой. Да, потому что... Ну, вот интересно, на дне колоды, на дне колоды маг, то есть, мужчина показал себя вот этим манипулятором, недоманипулятором. Да, вот он с этой звездой, значит, была у них страсть. Когда-то он и её манипулировал. Ему это прекрасно удавалось. Он в этом достиг успеха, вот с этой звездой. Страсть у них прям такая была. И что интересно, вот смотрите, как карты показывают. Вот этот сразу император вышел. И женщина, видите, вот рядом возле него, это его жена или сожительница, статуя, из которой вода льётся. Да, вот этот вот фонтанчик. Такой вот фонтанчик в виде женской фигуры. Она для него холодная. Статуя. А показывают, вот я спросила по поводу звезды на дне колоды маг, когда вы ещё, если вы эта звезда, которая вы сейчас на расстоянии, вы с ним не общаетесь, в ссоре или расстались просто молча, показывают, вот эта свеча горела. Свеча тоже в виде женской фигуры. Огонь горел. То есть страсть у вас когда-то была, действительно. И я могу сказать, что... Так, где? И сейчас для него тоже, для него страсть это всё ещё пылает. Вот эта свеча горит, что касается звезды, что касается вас. Вы охладели, а он всё ещё вас заинтересован. Но вы охладели, да, потому что показывают, что проявили свой характер. Но может быть вы и не охладели. Может быть действительно у вас ещё любовь есть, любите вы его. Но действительно вы оказались настолько сильны, что вот этого вепря зверя оседлали. То есть что это означает? Этот зверь, вепрь, это олицетворение наших каких-то внутренних страхов, внутренних переживаний, эмоций наших, чувств. Наших внутренних драконов, то есть вот это животное, да, это олицетворяет все наши внутренние составляющие. Наши какие-то черты характера отрицательные или положительные. Так вот, что касается вас, да, вы как будто бы вот оседлали, обуздали свою любовь, свои чувства. Они скорее всего всё ещё есть у вас тоже. Вы тоже всё ещё его любите. И может быть ещё на что-то надеетесь. Но вы просто взяли свою волю в кулак, проявили свой характер и отстранились от него. И не показываете, не показываете своей заинтересованности. Видите, вот как эта звезда, вот в этой колоде звезда девушка, видите, она отвернулась от мужчины. Она отвернулась, что я не хочу даже на тебя смотреть. Я не хочу даже не то, что там разговаривать с тобой. Я просто, да, я даже на тебя и смотреть не хочу. А этот манипулятор вот доигрался, да, недоманипулятор. Вы как будто бы уже наелись вот этого его поведения, да, наелись, что уже, ну, краи, да, последняя капля. Или просто уже раскусили его, поняли, что он из себя представляет. Так, ещё что ты, соперница, скажешь. Жалуется, да, что на него не обращают внимания. Он прям говорит и со мной даже спать не хочет. Вот настолько он ко мне холодный, охладел. Он как будто бы впал в какую-то депрессию. И у них действительно сейчас секса нету. И, ну, мужчина и правда, он в таком сейчас состоянии, что ему вообще не до секса. Ну, по крайней мере, с этой его женой или сожительницей. Потому что настолько вот, настолько его вот подавила вот эта ситуация со звездой вот этой, настолько она его вот опрокинула, повела себя так вот неожиданно, сильно, показала свою силу какую-то, власть. Насколько она может быть вот такой вот человек воли, да, человек слова. Сказала и отрезала. И он настолько вот впал в эти свои переживания. Он действительно почувствовал, что корону вот эту ему поправили, да. Он почувствовал действительно, что он ей не нужен, вот этой звезде. И он настолько сейчас зациклился, что он даже не обращает внимания вот на эту жену свою. У него даже нету желания в плане секса, чтобы там супрюжеские обязанности исполнять. Какие там супрюжеские обязанности. Он сейчас полностью говорит, зациклен на этой звезде, вот говорит ваша соперница. А ты как бы хотела? Так, сейчас на выборе мужчина. Я хочу, чтобы было по справедливости. Мы же муж и жена. Мы же вместе живем, даже если они не расписаны. Чтобы все было правильно. Так, ну тут опять вот этот любовный треугольник. Смотрите, я вам покажу карту. Вы уж тут смотрите сами, кто есть кто. Одна женщина, но здесь она больше показана как любовница. Как любовница, более раскрепощенная, более страстная, соблазнительная. То есть такая вот женщина беспринципная, которая пойдет на все ради достижения своего. И смотрите, как вот она сидит здесь, да. Она чувствует себя довольно-таки вольготно. При том, что у нее статус любовницы. Но она себя тут более уверенно чувствует. Да, видите, вот она оперлась на локоточек. На этого мужчину. То есть она своим видом показывает, что я тут главная. Мужчинка мой. На минуточку. На минуточку, на секундочку. Как будто бы она уже уверена в том, что он уже никуда не денется. Он ее. Вот она себя чувствует полноправной уже хозяйкой. А вот эта женщина, она здесь, видите, полностью оголенная. То есть открытая. Она ничего за пасухой не держит. Какого-то скрытого смысла. Она не несет. То есть искренне относится. У этой хоть какая-то одежда есть. Это означает... Одежда. Одежда означает, что женщина какой-то... Сейчас. У женщины что-то есть недоброе на мыслях. Какой-то камень за пасухой она держит. То есть она не до конца искренняя. А эта, она полностью искренняя, открытая. И она искренне любит. Вот у этой женщины любовь. И смотрите, Амурчик, он стрелу направил именно в сторону этой женщины. И как будто бы, да, у них с этой мужчиной искренняя любовь. Но он почему-то все равно повернут, да, голову повернул в сторону любовницы. А вы уже смотрите сами. И у девушки, у этой закрыты глаза. То есть она настолько уже изранена, измучилась и страдалась, что она просто вот закрыла глаза в том плане, что... И вот эта ее поза говорит о том, что настолько она уже вот не доверяет ему. Да, я тебя люблю. Я тебя по-прежнему люблю. Чисто, искренне, открыто. Я хочу быть с тобой. И ты мне нужен вот такой, какой ты есть. Но я тебе уже не доверяю, да. И я закрываю глаза, потому что я не хочу на это все смотреть. Мне настолько больно, что мне проще вот закрыть на это все глаза. Не смотреть это все, не наблюдать. А вы уже смотрите сами. Кто вы есть и тут кто? Вот кто вы меня сейчас смотрите? Вот по этой характеристике. Какая из этих двух женщин больше подходит под ваше описание? Потому что если я буду описывать по-другому, я тут могу сама запутаться и вас запутать. То есть вот я показала карту, какая карта вышла. Вы уже смотрите по описанию, кто есть кто. Кто на этой карте вы? А кто вот эта ваша соперница? Потому что может быть по-разному. Итак, она говорит, что я хочу, чтобы все было справедливо. Тут я могу сказать, что может быть это, вот смотрите, да. Может быть вот эта соперница, вот эта девушка, это ваша соперница, которая говорит, что я искренне люблю. А может быть это вы, звезда, выходите на эту соперницу, вот на эту девушку, которая говорит, что я его искренне люблю. Понимаете? Поэтому сами тут уже смотрите. Но тут и она, и вы заявляют, оба заявляют, что я искренне его люблю. Вот изначально, вот как карта вышла, что она вот жалуется, да, что он на меня не обращает внимания. Так, а что, давайте спросим, а что же она к нему действительно чувствует? Это ваша соперница. Действительно она искренне его любит? Соперница, ты его искренне любишь? Ты так переживаешь, да, что он на тебя не обращает внимания? У неё тут полнейшая какой-то идёт дедлайн. Дедлайн. Что такое дедлайн? Почему дедлайн? Полнейший какой-то крах. Крах в отношениях, на душе крах какой-то. Вот слёзы, печаль, потери. Они на ножах. Вот две карты вышли на мечах даже. Ссоры, склоки, скандалы может быть. Даже если без скандалов, у них всё тихо, мирно. Но это вот такая холодная война. Всё такое вот напряжённое, напряжённая атмосфера. Когда вот я же говорю, они вроде бы и вместе быт ведут, хозяйство ведут, что-то делают вместе. Может быть, у них дети есть, детей там растят. Но настолько вот между ними напряжённая атмосфера. Вот такие вот у них разговоры короткие. Там да, нет и всё. Вот он так отвечает, холодно. И настолько вот эта атмосфера гнетущая. Нет вообще никакого взаимопонимания, никакой любви. И она настолько переживает, из-за этого страдает. И опять вот эта свеча потухшая вышла. Вот везде, да, на многих картах вышли там, что касается её именно, свеча потухшая. Вот смотрите, я покажу вам, какая карта вышла. Вот она сидит, плачет, меч рядом. Вот эта чаша опрокинута, да, содержимым. То есть, что чаша олицетворяет любовью, наполненность, чувства какие-то, гармония. Она опрокинулась. Всё, она полностью пустая. Эти розы, видите, лепестки, какая-то, этот букет пошматованный, лепестки, да, вот валяются. Какая-то как будто бы перепалка, ссора прям была, драка может быть. И она вот сидит, плачет. И вот эта свеча тоже потухшая, нету страсти, всё. Постель холодная. Может быть, она пыталась его как-то затянуть, да, вот привлечь к супружеским обязанностям. Но какая-то у них вот ссора произошла, перепалка. Вот за окном парочка, парочка, которая предаётся страсти. И что самое интересное, вот ещё на него вышел отшельник. Тоже свеча потухшая, он эту, вашу соперницу абсолютно не желает. А вот в стороне парочка тоже. Вот он переживает о некой женщине. Да, и вот эта соперница вышла, тоже парочка, предаётся утехам. Вот как будто бы, как будто бы вот ссора из-за этой пары произошла. Вот, да, из-за этой звезды, вот которая вышла. И причём у них это состояние, такое положение вещей, уже довольно-таки долго длится. Четвёрка мечей, стагнация. По умеренности. Умеренность это тоже карта, если взять в общем и целом, независимо, какие у вас сейчас обстоятельства. Она показывает, что это будет длиться долго, долго. Если у вас сейчас всё хорошо, это будет ещё длиться. То есть, в ближайшее время, и так и дальше будет хорошо. Если плохо, то это ещё будет длиться. И у них дальше четвёрка мечей, это тоже стагнация. То есть, вот две карты вот показали, да, что действительно у них вот эти, их взаимоотношения, такие холодные, напряжённые, уже длятся довольно-таки долго, давно. И будут ещё длиться столько же. То есть, это не такое вот сиюминутное, что вот вчера всё было прекрасно, сегодня. Ну, бывает же по-разному, да. В супружеской жизни, это в любой жизни, что касается отношений каких-то, дружеские отношения, бывает по-разному. Сегодня мы общались, всё было прекрасно, да. А завтра, ну, вот бывает такое, какое-то непонимание, какие-то перепалки, ссоры. То есть, ну, такое временное, да, житейские такие временные ситуации, времена, периоды вот этой вот какой-то недопонимания. У них это не временное, это не то, что вчера всё было супер, они там любили друг друга, порхали от счастья, сегодня вот так вот всё повернулось. Нет, у них это было и месяц назад, и два, и три. Это может быть у них состояние до года длится, год, полтора, вот такое перманентное, затяжное состояние. И вот она действительно настолько уже измучилась от этого, что уже, ну, на пределе. По башне, прям вот уже как будто бы разрыв у них, вот на грани разрыва, она боится, переживает. Боится, что мужчина этот уйдёт. Смотрите, вот показывает на него, она боится, что он начнёт вот по шуту какой-то новый путь, куда-то уйдёт, возьмёт вот эту свою котомку, потому что ему-то и брать нечего с собой. Ничего мужчина не нажил, вот эти свои скромные сбережения соберёт вещи там какие-то, трусы носки покидает, ну, вот уйдёт, ну, уйдёт. Вот, вот, просто вот жопой чувствую, уйдёт. И смотрите, вот опять же, эта парочка в стороне, которая придаётся страсти, то есть какая-то всё-таки ещё есть, да, вот женщина, которая вот такая, вот эта звезда, скорее всего. Они с ней сейчас не общаются, но она как-то фоном, фоном отдаёт, да, и не даёт спать спокойно и этой сопернице, и этому мужчине. Вот это её такое невидимое какое-то присутствие фонит, фонит. И вот он, и как будто бы он тоже действительно хочет уйти, потому что вот там вот другая, вот, ну, у неё там наверняка уже кто-то есть, или она сейчас вот с кем-то познакомится. Вот, вот, очень много такого есть посыла, да, вот по этому отшельнику, что вышел. Почему он на свою соперницу не обращает, на свою соперницу, на вашу соперницу не обращает внимания, свеча потухла, нету секса, страсти нету. Потому что он переживает о некой другой женщине. Он переживает, насколько там у неё сейчас, наверное, активная, интимная жизнь. Вот она меня вот так вот опрокинула, и на связь со мной не выходит, и заблокировала меня. Может быть, и не заблокировала, может быть, он сам молчит, но я пока ещё не могу сказать. Ну, хотя могу, да, вот по силе, по силе, сила вышла на эту звезду, да, вот то, что я показывала. Она взяла под контроль эту ситуацию. То, ну, по-разному может быть, но в большинстве случаев проиграется, что звезда, это на расстоянии женщина, она решила эту ситуацию, да, раз ты не можешь решить, тогда я буду уже, я приму решение. И она ушла от него. Так вот, и он настолько, вот опять же, вот эта парочка фонит, он переживает, что надо вот идти к ней двигаться, потому что она там сейчас себе кого-то найдёт или уже нашла. Может быть, и кто-то ему передал, если у вас есть уже другой мужчина, новые отношения. Соперница. Хотя, вот знаете, вот по башне, вот башня вышла вот в этой колоде. Секс у них всё-таки есть, но вот такой жестокий, жестокий, знаете, вот видите, мужчина вот стоит с таким каменным лицом, он злой. Секс у них, может быть, и есть, но, знаете, вот просто взял вот так вот её, как, не знаю, как кошку какую-то отодрал, вот так просто бесчувственно, холодно, безэмоционально. Вот он здесь, вот посмотрите, вот какой он чёрный просто, да. До этого вот он бежал с этим топором, злой он на неё очень сильно, на эту соперницу. Просто от злости почернел. Да, и всё-таки есть у них секс, да, и вот эта вот карта вышла. Да, он вроде бы вот тупо её вот поимел, да, вот так вот просто за минуту сделал своё дело. Да, ну вот ты же хотела секса, получай. И она осталась вот такая вот, видите, вроде бы, да, она это получила, то, что она хотела. Но это было не то. Вот действительно тупо её поимел, и всё. И она сидит вот плачет, да, вот как же так. Ну, обалдеть, конечно, сегодня карты показывают, разговаривают. Что я хотела спросить, у этой любовницы, у тебя есть чувства, любишь ли ты его искренне? Потому что настолько вот карты говорят, у меня просто поток. И я уже забыла, я задавала вопрос, да. Любишь ли ты его искренне? Потому что тут как будто бы обе женщины заявляют, что я тебя люблю искренне. Вот она как будто бы на звезду, знаете, вот она тебя не любит, говорит. Но она к тебе равнодушна, ты ей не нужна. Вот я тебя люблю. А хотя вот тут карты показывают, что и звезда-то его тоже любит. Каждая любит по-своему. Тут сейчас сложно сказать. Давайте у этой соперницы спросим, любит ли она его искренне. Когда-то соблазнила его, тупо вот, тупо взяла мужика вот своей внешностью, своей какой-то такой открытостью, вседозволенностью. Мужчина может быть младше этой вашей соперницы, она старше его. Вот как-то вот действительно, то ли сыграла на его неопытности, что ли. То ли даже, если мужчина опытный, тут не важно. Больше тут она применила свою внешность, сыграла на страсти, на сексуальности. Она действительно в этом плане такая женщина, скажем, разбитная, опытная. И он действительно вот как будто бы растерялся от такого счастья. Вот счастье привалило, что с этим делать. И повелся. Но потом вот разворачиваются события. А он же тоже такой мужичок, не пальцем деланный. Он-то паж, конечно, но паж мечей. То есть такой вот, с задатками, с задатками на лидера. Ну, конечно, лидерство такое сомнительное. Но все равно он тут такой не тихоня. Даже если он и себя показывает, что он тихоня, весь такой интеллигентный, скромный. То у него там потенциал такой вот тоже мечевой. То есть холодный, проницательный, расчетливый, мыстливый. Он обиду в свою сторону не прощает. Неважно, это обида открытая или что-то сказанное в его сторону открыто. Или с каким-то тайным умыслом. Ну, какая-то шутка с издевкой. Он это не простит. На говно изведется, но он это отомстит. Так вот, и тут как разворачиваются события. Ну, обалдеть. Смотрите. Ну, это просто такой потоковый расклад сейчас. Вот когда они познакомились, он был всего лишь паж мечей. Да, как я говорю, это всего лишь пажик, но с задатками. Она вот такая женщина разбитная. Взяла его своей сексуальностью, открытостью. Сыграла на этом. Но она, видимо, она просчитала, чем можно его взять. Ну, потому что действительно, такого мужчину больше ничем и не возьмешь. Потом, как разворачиваются события. Он уже рыцарь мечей. Он уже окреп, окреп. Не просто вот на коленях перед ней. Вот такой растерянный. Господи, Боже мой. Какая передо мной картина маслом. Растерянный. Что же мне с этим делать? Да, вот такие виды открываются. Он на коленях и не знает, что с этим делать. И как это добро взять? И взять ли его? Это что, вот все мне? Это что, все для меня? За что? Просто так, да? А потом он такой окреп, уже поднялся на ноги. Да, поднялся уже. Возомнил уже что-то из себя. И волосики тут у него-то отросли, да? Ну да. И такое уже лицо надменное стало. А тут он растерянный. А тут уже лицо такое-то надменное. Уже там и себе что-то уже там возомнили, да? Ну естественно, если женщина вот тут перед ним вот так, да? Изгаляется. Вот я вся, бери меня всю. С какой стороны? Да, как тебе будет удобно? Это естественно мужчина возомнил, да? Да, это же оно не просто так. Значит же я того стою, значит я того заслуживаю. Значит же что-то во мне такое есть, что женщина вот передо мной тут изгаляется. Возомнил из себя, да? И теперь как вот разворачивали, развернули события. Он ее на колени поставил. Он ее на колени поставил. Причем мы тут, что он, что она. Тут два пирожка, два сапога пара. И она такая вот себе на уме, дамочка себе на уме. И он. Просто он как будто бы сразу этот свой потенциал не показывал. Или у него был какой-то расчет показать себя, зарекомендовать с хорошей стороны. Может быть он так по жизни себя ведет со всеми. Или действительно он на тот момент, вот раньше, еще не чувствовал в себе вот этой уверенности. А потом вот он раскрылся, значит потенциал, скажем его, да, раскрылся. И вот у них сейчас вот нашла косака на камень. И он ее пытается вот приручить, да, вот рядом дрессирует. Вот он стоит с этой нагайкой, да, или что-то такое. Дрессирует ее. И волосы у него в кулаке, да, что если она куда-то вот попытается дернуться, а он крепко держит, естественно, ей будет больно, да. И вот он ее поставил в такую позу неудобную. И если она только пытается там что-то дернуться, квакнуть, и в первую очередь ей будет больно. И еще для подстраховки в рукаве кнут. В рукаве. В рукаве. В руке. То есть тут такая дрессировка идет с его стороны. Обалдеть. Он как-то и то ли отыгрывается на ней. А почему ты так на ней отыгрываешься? Она в чем, в чем она виновата? Вот в чем эта соперница виновата, что ты так ее дрессируешь? Прям тут как какое-то садомаза. Может быть еще такое, что они любители вот садомаза, домашнее какое-то вот кино, порно. А за что ты ее так дрессируешь? Прям вот ненависть. У меня шанс был с другой женщиной семью построить. У нас любовь была. Мы повязаны. Она тайная. Но она чистая такая оказалась. Она... Когда-то меня она пыталась тоже удержать. А я все от нее бежал, бежал. Я думал, что рядом с ней я буду как в ловушке. Вот бес меня попутал. Я от нее пытался вот убежать, сбежать. Не оценил ее. И теперь вот эта потеря. Я вспоминаю эти наши отношения. Эти наши встречи. Она такая вот чистая оказалась, искренняя, правильная. У нас действительно вот было взаимопонимание. У нас действительно были такие отношения страстные, романтичные. И мы так счастливы были. И что? Потом вмешалась вот эта соперница ваша. Вмешалась. Он стал играть на чувствах у этой женщины, про которую он рассказывает. Да, вот эта звезда, наверное. Я стал вот с той другой встречаться. Вот у них тут просто как по кустам могут быть какие-то были. Вот изначально тут вплоть до того, где-то вот на природе они сношались. Где-то вот по кустам сношались. Вот с этой вашей соперницей. Когда он стал вами уже манипулировать, стал к вам холодный. Когда он к вам охладел. Вот в тот момент он встречался вот с этой вашей соперницей. И она знала. И она как будто бы его что-то даже подуськивала. Вот. И тем временем они встречались. Потом, потом вот рассказывают. Вы стали от него отстраняться. А вы как будто бы стали понимать, что оно уже что-то не то. Да? Вот эти репейники. Лопухи. Лопух. Что-то такое колючее. Магия вот этого. Магия репейника. Магия лопуха. То есть это уже что-то такое колючее стало. Я еще подольше покажу. Вы уже стали от него отстраняться. И кусты. Вот эти листва. Синяя. Да? То есть. Вы стали уже как бы понимать. Может быть стали чувствовать, что у него кто-то есть. И по его поведению стали понимать, что он к вам охладел. Что вы его уже не интересуете. И вот такие какие-то отношения колючие стали. Может быть ссориться начали. И вы стали от него уходить, отстраняться. Ну то есть он получается, он обвиняет вот эту соперницу. Вот почему он ее сейчас вот так дрессирует, отыгрывается. Он обвиняет вашу соперницу. Что как будто бы она вмешалась. Ну а ты, дорогой, ты себе отдавал отчет, что ты делал. Интересно, да? И сейчас он от нее вот избегает ее. Но он-то все равно с ней живет. Но по возможности пытается вот как-то где-то из дома уйти. Или в другую комнату пытается уйти. Та элементарно в туалете, в ванной пытается подольше посидеть. Чтобы лишний раз с ней не контактировать, не общаться. Ну а ты скажи вот как... Так, что я хотела спросить. Что вот обвиняет вашу соперницу, что она вмешалась. Ну а ты как не отдавал себе отчет? Почему ты ее сейчас обвиняешь? Куда-то ездит он гадать кому-то. На таро смотрит. Или на картах каких-то других. Ну вот говорит, змея подколодная влезла. Соль вышла. Почему соль? Соль кому-то подсыпает, я не пойму. Завидует очень сильно. Скажи, вот ты отдавал отчет, когда ты вот с этой женщиной. Встречался. Вы тут говорите, молитесь очень много. За него может быть, за себя. За себя молитесь. За него молиться не стоит. Мужчина, человек должен свою карму сам отрабатывать. Вы, конечно, можете молиться, в принципе. Вы его-то отмолите. Но тогда его карму будете вы отрабатывать. Карму просто так отмолить нельзя. Это не просто, вот знаете, когда вот какой-то негатив, плохой период в жизни, можно помолиться. Свечи, на свечи отлить. Если карма, как объяснить, карму просто так отмолить, короче, нельзя. На свече ты ее не отольешь, не почистишь. То есть, если человека кого-то обидел, тем более намеренно, он отдавал себе отчет. Его же никто не заставлял, пальцы в дверь ему никто не засовывал. Это он наработал карму. Вот за эти поступки он должен сам понести наказание. Если вы отмаливаете, тогда, соответственно, наказание понесете вы или ваши какие-то родственники, дети. Это, знаете, вот как процессы в суде. Вот, допустим, произошло преступление. Кто-то кого-то убил, кто-то кого-то обворовал. И бывает такое. Или так судьба складывается. Или кто-то кому-то заплатил, чтобы истинные злоумышленники, чтобы истинного злоумышленника не посадили. Допустим, там заплатили. Или бывает такое, что не могут найти настоящего преступника. И тогда дело же нужно закрыть. Нужно же кого-то привлечь. Чтобы отсидел за это дело. Потому что есть преступление. Соответственно, должен быть человек, который понесет наказание за это преступление. И бывает такое. Если приплатили за кого-то, откупили или не могут найти, тогда ищут какого-то подставного. Вот часто так бывает, что какого-то подставного человека или подставного, или вот какого-то козла отпущения, короче, находят, вешают на него это дело. И человек отсиживает. То есть, как в суде, да. По-любому должен кто-то это наказание отсидеть. Вот так же и тут. Если вы молитесь за этого мужчину, даже если он ваш муж, а тем более, если он не муж вам, чужой мужик, вы-то помолиться можете. Да. Его очистят. Но тогда вы будете отрабатывать эти его наказания, преступления, кто-то должен будет понести. Вы или ваши родственники, дети. Поэтому не стоит этого делать. Так. Мужчина, он мне говорит, отдавал ли он себе отчет? Не отдавал. Вот тут показана дальше история, что вас высшие силы хранят и все. За это благодарите. Вас ведут по вашей жизни. За это благодарите. Не кого-то мы отмаливайте. Мужика, который тем более с вами нечестно себя повел. Вы его отмаливаете. Ну, миленькие. Это делать не надо. Вот вас оберегают, защищают. И слава Богу, вот за это молитесь, за это благодарите высшие силы. Он пусть вот этом своем говне сам варится. Что ж вы на себя перетягиваете? Он пусть свою карму отрабатывает по высшей справедливости сам. Вы его еще отмаливаете. Вот такая история сегодня для вас была. Вас благодарю за просмотр. Вам всего хорошего. Приятного вам аппетита. Хорошего настроения. Самочувствия. Уверенности. Надежды в завтрашнем дне. И в сегодняшнем тоже. Субтитры создавал DimaTorzok.